28 марта 1584 года. Этот день навсегда вошел в историю Руси, как день, когда царь Иван Васильевич Грозный покинул этот свет. Это официально, но на самом деле все было не так. Мало кто знает, но чтобы будущий правитель появился на свет, государь всей Руси Василий Третий, решив, что раз силы света не могут помочь ему родить наследника, то надо было обратиться к силам тьмы. И однажды ночью Василий призвал силы тьмы, и они услышали его. Перед ним явился сам дьявол, и одним прикосновением к его челу смог подарить ему возможность стать отцом. Но за это он должен был выполнить три вещи. Во-первых, Василий не доживает до седьмого дня рождения своего наследника. Во-вторых, внутри будущего государя будет спать демон, который пробудется тогда, когда это будет нужно. Но третье условие он не озвучил. Тем не менее, отчаявшийся Василий Третий решился на этот шаг. Дьявол же, исполнив волю государя, исчез. Спустя год родился наследник, которого нарекли Иваном. Василий Третий умер, не дожив до седьмого дня рождения Ивана. В результате страшных потрясений, которые впоследствии творились вокруг Ивана, внутри него пробудился внутренний демон, который впоследствии полностью овладел его телом и творил страшные вещи, за которые царя нарекли грозным. И вот, наступило 28 марта 1584 года. Иван Грозный играл в шахматы со своим придворным, как тут с ним начали происходить странные перемены. Царь упал на пол и в сильнейших судорогах, крича нечеловеческим голосом, в то время, как все вокруг стояли и ждали, что произойдет дальше. А дальше Грозный начал медленно, но верно превращаться в какое-то существо. Один из собравшихся в ужасе понял, что государь превращается в упыря. Его кожа стала белой, а глаза залились кровью. Тут внутрь палаты вбежал боярин и вставил в царя толстенный осиновый кол прямо в живот. Гровь брызнула на всех собравшихся, а Грозный загорелся, продолжая судорожно лежать на полу, издавая животные и предсмертные звуки. Никто не осмеливался подойти близко, пока царь живьем горел. Наконец, огонь утих, а государь превратился в черный скелет. Никто не понимал, что происходит, а происходило третье, не озвученное дьяволом требование, которое заключалось в том, что в день своей смерти наследник станет еще одним посладником дьявола на земле, при этом он сам превратится в упыря незнающего пощады. Было приказано молчать об этом случае, и более того, Грозного похоронили подальше от остальных, поскольку, как считали, слишком опасно было его держать с остальными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok